Мама, 18 детей. В нашей стране действует единый государственный экзамен, который дал моим детям из сельской глубинки, из многодетной семьи, равные совершенно возможности для поступления в такие вузы, о которых они мечтали. Это Сеченовский университет, Ранхикс и РГСУ. У Светланы Климентовой 6 родных детей и 12 приемных. Право задать вопрос передала старшей дочери. Мария – студентка последнего курса Сеченского медвуза. Мечтает стать трансплантологом костного мозга. К такому решению потолкнула личная история. Сама была донором для брата. Считает, что в нашей стране эта область трансплантологии развита слабо. Поэтому хочет получить знания за границей. Передовым в трансплантации костного мозга считается клиника Сент-Люк в Париже. Я хотела бы спросить, есть ли какие-то возможности, есть какая-то поддержка государства в обучении таких узкоспециализированных кадров за рубежом. Этот вопрос решили прямо в студии. Связались с медвузом Марией и выяснили – такая возможность есть. Донские родители, смотревшие трансляцию со всей страной, узнали, что в этом году иностранный язык не станет обязательным экзаменом в ЕГЭ. Некоторых система единого госэкзамена пугает. А вот мама одиннадцатиклассницы Татьяна Шкода претензий не имеет. Я наоборот за, потому что все равно проверки. Точно так же, мне кажется, мы раньше сдавали экзамен, только называлось «Экзамен», а не ЕГЭ. Все волновались, все то же самое. Глава Рособорнадзора Сергей Кравцов уверяет, при подготовке главное не количество репетиторов и штудирование литературы с книжных полок магазинов. Самые лучшие пособия – учебник и аккуратное выполнение домашней работы. У нас есть клуб стубальников, интеллектуалы России. Они все говорят, мы сами хорошо учились, начиная с начальной школы. Мы интересовались тем или иным предметом. У нас, да, были хорошие учителя, у нас прекрасные родители. Но мы сами добились этих результатов. Примерные задания ЕГЭ можно найти на портале Федерального института педагогических измерений. А вопросы и ответы всероссийской встречи родителей на сайтах Единого госэкзамена и Рособорнадзора. Олеся Снынько, Анатолий Рашевский, Дон-24, Москва, Ростов-на-Дону.